всем привет меня зовут юлия кремлёва я астролог вы на моем канале спасибо большое что смотрите это видео мария шарапова заинтересовала некоторых моих подписчиков спасибо большое всем тем кто принимает участие в голосовании мне всегда очень важно что вам интересно и всегда очень важно будете ли вы это смотреть но это на второе место заняла после михаила мишустина кстати михаил мишустин тоже уже выложен на моих каналах на яндекс и на цен пожалуйста переходите по ссылкам смотрите по поводу дзена на youtube и на дзен извините по поводу цена переходите подписывайтесь на дзен потому что я не знаю о будущем ютуба в на просторах российской федерации еще приглашение одно если кому-то интересна астрология приходите ко мне в группу астрология с юлией кремлёвой это в телеграм все ссылки вот здесь вот внизу в описании ну давайте перейдем теперь к марии шараповой почему она стала топовой спортсменкой ее космограмма выглядит вот так почему космограмма потому что я не делала ректификацию это довольно трудозатратно ну и у меня нет достаточно времени для того чтобы понять где у нее как у нее расположены дома но по космограмме тоже очень много чего можно понять и так почему она стала топовой спортсменкой спортсмены это всегда марс посмотрите где у нее марс расположен знаки зодиака близнецы и как быстро она легко манипулировала собой на корте да посмотрите легко и быстро манипулировала на корте за близнецы отвечает меркурий и у меркурия с марсом очень хорошие взаимоотношения и она эти взаимоотношения очень легко выдает в частности в где в спорте говорят что мария очень а странно язык очень может резко ответить да может резко ответить у нее юпитер и меркурий стоят в соединении также марс дает быстроту ответа и знаете такой из длительность и вот у марии до язвительность это присутствует причем какая язвительность у нее присутствует да такая сказала раз и резонанс пошел по всему миру что с машкой лучше не спорить вообще не состязаться в словесных перепалках потому что она всех перри грызет вот такая вот она до палец рот не клади и пошлет и ответит и в общем но не девочка робкого десятка кстати про робкий десяток всегда в карте любого человека солнце это важно солнце отвечать за нашу с вами энергию то как мы светимся то чем мы увлечены чем увлечена маша а маша увлечена спортом почему потому что солнце стоит знаки зодиака о вен у папы папа у нее был спортсмену это понятно все это знают я бы сказала что солнце у нее стоит в очень плохом знаке градусе почему потому что на выходе из знака зодиака овен 28 градус это вообще ни о чем солнце теряет свою энергию солнце такое в общем уже вялая но не в случае когда солнцу серьезно помогают такие монстры как сатурн и уран что здесь в чем здесь помощь а помощь в том что у этого солнца сатурн и уран стоят три не а трин это всегда помощь от отца помощь от старших людей помощь но от сатурна в частности на это старшие люди всегда помогают старшие любят люди смотрят на марию с надеждой на будущее никогда ей ни в чем не мешают почему-то она пошла самого детства тренироваться да и кто-то ее увидел машу и сказали знаете вот поезжайте в ту-то школу вот там у нее точно получатся тренировки там из нее кое-что получится то есть вот она пожалуйста помощь от старших людей от взрослых людей помощь от всевозможных федераций то есть контролирующие организации которые контролируют вообще в принципе там спорт эти спортивные движения ей идет оттуда помощь да мы это прекрасно понимаем а уран уран в трени по отношению к солнцу это мария всегда в своем творчестве спортивном использовала любые возможности для того чтобы ввести какие-то нововведения нюансы такие которых раньше никто не делал а у нее получилось и это было несколько но это было новое по-новому она стала играть может быть по-новому как-то стала ракетку держать может быть стала именно первое что-то новое воспринимать в в том спорте в котором она лидировала до в теннисе почему мария так громко кричит во время игры вы знаете когда я впервые прочитала о том что у нее оказывается крик доходит до 105 децибел и вообще удивилась зачем это было измерять 105 децибел вот видите даже крик маши измеряется в децибелах вот такая вот она артистка на этом корте да почему артист когда артистичная ножище красавица так красиво передвигается по корту вот я прям любуюсь на нее когда она играет хотя теннис я не очень люблю я поклонница фигурного катания но посмотрите у нее заняты и стрелец и очень серьезно занят овен и конечно же это привлекает к ней огромное количество людей и привлекает к ней внимание почему голос такой громкий меркурий в соединении с юпитером то есть крик она может крикнуть очень очень классно ее все услышат и еще марс помогает до помощником то есть как сильно она кричит громко резонансно сильно по марсу вот он пожалуйста секстиль а еще непонятно почему она так кричит у меркурия и нептуна есть квадратура и это многим не дает покоя понять вот что же там за тайна то такая в ее голосе что же на так кричит то а почему кричит никого не измерили а машку взяли измерили мария стала лучшей там где у нее хуже всего получалось что этому способствует давайте я там прочитала посмотрите на грунте она не могла работать на грунте то есть на грунте у нее хуже всего получалось именно вот на грунте побеждать и тем не менее она победила на грунте из вот она настолько упорно шла к этой победе что стала лучшей там где у нее не было успеха а что этому способствует а терпение и трудолюбие а вот он сатурн в тренинг солнцу то есть она себя заставляла это делать вы знаете стань у нее солнце но там скажем где-то в середину овна может быть и не было марии шараповой той которую мы знаем но было бы ты не сиска какой-то средней руки нут именно солнце выходящие уже за пределы знака зодиака овен теряющая свою силу она дает и упорность как это я не могу как это я не я могу да я докажу всем до его берет и доказывает и действительно упорством трудолюбием ну про марс здесь я просто вообще молчу то есть отличный марс у машин у маши были травмы что привело марию к этим травмам то есть здесь я просто показываю вам эту небольшую статью до вырезку из википедии что там какие травмы и и преследовали вы пожалуйста сами почитайте и возобновите свою память по отношению к травмам маши я как астролог хочу прокомментировать что это ретроградный сатурн вот если бы сатурн не был ретроградным то глядишь и травмы были бы менее опасные либо вообще их бы не было кроме того вот я не знаю где у маши стоит асцендент и если бы я увидела асцендент то есть там тоже либо а сам асцендент поражен какой-то планеты либо управитель или сигнификатор асцендента поражены какими-то планетами но вот часто ретроградный сатурн он отвечает за нашу за наше тело как за корпус потому что у нас есть кости у нас есть кожа да ну и не буду дальше рассказывать про медицинские вот эти все нюансы то есть сатурн отвечает за наши составляющие что мы ну мы с телом мы люди что нам делать вот к сожалению ретроградность сатурна она часто приводит многих спортсменов к травмам недавно мария стала мамой но при этом замуж она не вышла ее гражданским мужем является британский миллионер александр гилкс да ну и в свете последних событий конечно же в связи с военной операции 2022 года между россией и украиной а вы знаете что в британии поддерживает всевозможную украину то конечно же гилкс наверное и не особо то спешит жениться на марии шараповой но вы знаете по вот все ее заслуги вот эти спортивные конечно все здорово но личная жизнь при этом очень серьезно шатается я так скажу потому что посмотрите венера стоит знаки зодиака рыбы это тайная жизнь тайная личная жизнь тайные влюбленности но не очень маша любила афишировать свои вот эти тайные связи ей приходилось до что-то освещать и вот если мы посмотрим у нее официальных парней было не очень много адам левин саша вучачич и потом она встречалась с григором димитровым и только после этого начала встречаться с александром гилксом но неужели вы думаете что у маши было ровно вот столько поклонников которые описаны в википедии я уверена что у маши было поклонников гораздо больше и кстати венера в знаке зодиака рыбы она этому способствует то есть у маши было очень много каких-то тайных влюбленностей тайных парней которых она не особо-то хотела и распространяться и уже когда ее ну припирали вот так к стенке ты встречаешься я наверное приходилось говорить ну да уже слушайте ну запарили ну да ну встречаюсь ну дайте мне уже свою личную жизнь построить вообще у нее очень много скорее всего тайных связей было из-за постановки венеры в знаке зодиака рыбы почему не получается с браком посмотрите квадратура сатурн венера это человек всегда не очень психологически она не очень мягкая в любви она не очень подвержена вот этим вот мосьмусь знаешь там нежности вот эти это ну как бы не про нее а у нее все четко все жестко должно быть возможно это как-то дистанцирует ее от парней от мужчин и и и дистанцирует и квадратура между венера и ураном это часто встречаю у людей у которых либо не состоялся брак либо состоялся брак но они живут на расстоянии такое тоже возможно и такое сплошь и рядом это часто вообще ничего страшного нет и либо брак вот такой вот гражданский это или оппозиция или вот как в частности в ее случае это квадратура и приходится жить приходится мириться с дистанцией партнера либо вот эмоциональной дистанции либо вот реально прям далеко где-то в командировках часто вот у летчиков такое складывается такая личная жизнь и у людей которые занимаются наукой вот куда-то поехали там в научный лагерь да и все геологи вот это геолога разведывательная а жена там с детьми где-то да он там где-то в горах и в принципе у людей иногда складываются вот такие гостевые браки вот скорее всего у марии что-то подобное я даже не знаю при таком положении планет хочет ли она сама быть женой может быть даже и не хочет хотя для многих это звучит удивительно но поверьте я довольно часто сталкиваюсь с женщинами которые замуж не хотят и прекрасно при этом живут сосуществует и детей рожают понимаете все на свете ну вот у маши такая ситуация ну и конечно вы все хотите услышать ответ на вопрос а когда же будет эта свадьба да ну в принципе можно сказать что мария уже нашла себе партнера ведь что такое для неба для гороскопа да для для космонавта для для космоса что такое партнер это то что ты официально начал уже сосуществовать с каким-то мужчиной ну либо это если мужчина то женщиной и совместно вести хозяйство тут даже никакой росписи не надо росписи ли там свадьба это для социума больше а для неба сам факт того что вы живете вместе и у вас там появился ребенок вы уже пара просто нет момента нет гороскопа свадьбы так скажем но зато есть момент что ты уже женился поэтому я могу так сказать что наличие свадьбы для этих двоих для марии и ее избранника это всего лишь такая галочка что да вот мы женаты на самом деле по большому счету они уже существуют как пара и если вы хотите разбора гороскопа марии и ее избранника александра гилкса то пожалуйста пишите комментарии я думаю что запросто сделаю вам разбор их совместимости то есть кто кому вредит кто кому чем помогает и возможно у кого когда случится свадьба вот смотрите в прогностике на 2022 год когда у марии появился ребенок как прекрасно символическая луна стала по отношению к юпитеру и мы понимаем что у нее в семье случилось прибавление а также посмотрите сатурн символически пришелся секстилем по отношению к ее венере что вы знаете я думаю что свадьба это личный выбор этих двоих людей хотят они вообще ее играете эту свадьбу или не хотят хотят регистрировать они свой брак или не хотят но судя потому что сатурн и венера венера она всегда отвечает за брак сатурн отвечает за официоз и здесь мы видим что вот эти две планеты прекрасно сосуществуют друг с другом на момент 2022 года а это видео я записываю 22 сентября 2022 года то есть да у маши сейчас появились сложенные слаженные долго играющие отношения стабильные отношения но только остается пожелать счастья здоровья малышу и родителям и чтобы конечно любовь присутствовала уважение всего самого доброго им хочется пожелать так же как и всем моим зрителям слушателям всем вам мира здоровья счастья я за звездный позитив успешно пичит глубина глубины 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 Субтитры создавал DimaTorzok